Средняя продолжительность жизни населения области увеличилась до 72,9 лет. По сравнению с 2021 годом, этот показатель вырос на 4 года, благодаря чему люди стали жить дольше. Подробнее в нашем следующем материале. По данным Национального бюро статистики, в Павлодарской области наблюдается положительная динамика основных показателей здоровья. За 9 месяцев 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились показатели общей смертности населения на 10,8%. За 9 месяцев 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились показатели общей смертности населения на 10,8%. В том числе 20,6% от заболеваний системы кровообращения, 9% от злокачественных новообразований, 5% от болезней органов дыхания, 2% от туберкулеза. Глава государства поручил кардинально изменить подход к организации первичной медицинской помощи в сторону мобильности и доступности как одного из основных инструментов в охране здоровья населения. Для повышения доступности медицинскую помощь оказывают 46,9% государственных амбулаторных организаций, 53% частных организаций. То есть для развития конкуренции всё шире привлекается частная медицина. Стоит отметить, что в прошлом году норматив государственной сети организации здравоохранения был пересмотрен. Теперь в небольших сёлах до 50 человек помощь оказывают медицинские сёстры. А в сёлах с населением 500 человек количество медицинских работников увеличилось сразу на 3 специалиста. В целом для снижения очередности приёма к врачу общей практики расширены функции съездинского приёма. Созданы все условия для приёма специалистов без посещения врача общей практики по 9 направлениям. В Казахстане совершенствуются и высокотехнологичные направления медицины. На сегодняшний день в нашей области обеспечивается доступность высокотехнологичной медицинской помощи населению по 80 видам, в том числе и трансплантация органов, а также кардиохирургия, нейрохирургия и общая хирургия. В текущем году в больницах области проведено более 31 тысячи операций, что на 2,9% больше прошлого года. Среди них 335 высокотехнологических операций. Ежегодно в Павлодарском областном онкологическом центре 700-800 больных получают медицинские услуги на высокотехнологическом лучевом устройстве. По области функционируют 4 инсультных центра. Помощь при остром коронарном синдроме или инфаркте миокарда оказывается во всех инсультных центрах. В текущем году пролечено 660 пациентов. Это на 56,7% больше, чем в прошлом году. Одним из наиболее актуальных вопросов не только в области, но и в республике является проблема дефицита кадров. На сегодняшний день по области имеется дефицит 160 врачей. Из них 58 профильных специалистов и 12 врачей общей практики. Кубов и РТС Акпарат.